слава господу братья и сестры рад всех приветствовать рад вновь быть здесь на этом месте делиться тем что господь дает слава господу братья и сестры сегодня тема моей проповеди это на что ты смотришь первое местописание которое хотел с вами открыть это евангелие от луки 21 глава давайте откроем с вами у кого из библии 21 глава я буду читать с вами с 25 стиха и будут знамения в солнце и луне и звездах а на земле уныние народов и недоумение и море шумит и возмутиться люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную ибо силы небесные поколеблются этом моменте хотел пока остановиться знаете вот тоже читая это слово вижу как многие события может быть в мире они уже видны нам до когда господь то о чем предупреждал нас то что будет под конец времени да и мы с вами можем видеть эти моменты и знаете можем где-то даже увлекаться вот этим чтобы там где-то просматривать там что там происходит где происходит как происходит там и вот эти знаете какие-то ситуации по лицу земли там где-то землетрясение где-то войны где-то там что-то наводнение какие-то ураганы знаете там может быть настолько нас как бы захватывать да и мы можем этим увлекаться как бы эти вот эти моменты нас могут сильно то есть как бы ну завлекать и мы можем много времени этому посвящать да как бы ища уже даже этого то есть желая как бы узнать что там побольше что там уже творится знаете это вызывает какие-то может быть переживания в нашей жизни на особо какая-то тревога возникает сердце там можем там уже как бы переживать может и не только за себя там за родственников за каких-нибудь там за наших может быть дальних где там которые могут рядом находиться с этими событиями да и мы знаете можем как бы проявлять такое беспокойство и погружаться в это да и знаете сегодня то есть много может быть какой-то различной информации которая может она влиять на твое мышление может как бы создавать твое мышление да как бы ты можешь то есть даже поддаваться может быть вот знаете какой некой пропаганде даже то есть ты начинаешь уже тоже в это вникать мыслить об этом да это это начинаете все больше больше погружать может быть в эти вещи но знаете господь он желает чтобы мы занимались нечто другим да бог желает чтобы мы приближались к нему и дальше вот хотел с вами прочитать как раз таки с 28 стиха когда же начнет это сбываться тогда восклонитесь и поднимите голы ваши потому что приближается избавление ваше и сказал им притчу посмотрите на смоковницу на все деревья когда они уже распускаются то виде это знаете сами что уже близко лето так и когда вы увидите то сбывающимся знаете что близко царствие божие истинно говорю вам не придет род сей как все это будет небо и земля придут но слова мои не придут смотрите же с собой чтобы сердца ваши не оттягачались объедением и пьянством и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному и так бодрствуйте на всякое время и молитесь да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого аминь знаете братья сестры тоже вот вижу как есть вещи которые может быть они даже не греховные но они занимают много времени и начинают тебя как бы знаете как уклонять от господа да то есть больше посвящать этому времени и господь тоже особо на это обращает внимание что последнее время нужно смотреть за собой да то есть не оттягочаешься ли ты там какими-то праздными вещами да не погрузился ли ты в какую-то суету или не полнился ли ты грехом да в какой-то мере там не знаю и бог обращает на это особое внимание чтобы тебя то время которое ты начнешь беззаботно жить не постигло внезапно да что ты не будешь готов к встрече с господом и вот в этом двадцать восьмом стихе господь он говорит восклонитесь и знаете вот я тоже переживал свою жизнь разные моменты в жизни знаете бывает ты действительно как-то ослабеваешь духовно где-то может захватывать и суета и знаете вот ты уже как бы как писание грит бог желает чтобы мужи божий они поднимали руки к богу да и ты уже знаете вот когда ты в таком может быть ослабленном духовном состоянии там уже не руки поднимаешь а ты словно тебя клонит вот так вот и говоришь господи прости да помилуй знаете такое состояние вот реально такой клонит тебя к земле но господь он говорит в вас клонитесь знаете это словно выпрямитесь поднимите голову ваше да взывайте в небо звать их босс господу богу да чтобы изменить может то в жизни своей что может уже прилипло наросло на тебя да то есть освободиться этого я пробовал вот буквально недавно к нам один брат приезжал смоленский у нас был вечер хвалы поклонения не знаю может быть кто-то знает михаил туркевич и он знаете он он рассказывал ситуацию своей жизни как он знаете вот сложная болезнь была да то есть он находился там в реанимации долгое время многие молились за него и он говорит первым делом что я сделал когда вышел ну из больницы когда включил телефон я горит сразу удалил два приложения с телефона знаете но там какие-то там может быть новости он смотрел еще что-то ну бог ему на этом показывал знаете думаю что братья сестры тоже вот когда мы сталкиваемся вот с какими-то вещами да которые нас как бы встряхивают да мы словно оживаем и мы видим как уже знаете словно как бы наросло на нас что-то да нужно уже отряхнуть это да чтобы обновиться усилиться да и бог обращает на это особое внимание что когда мы видим когда видим когда сгущаются вот эти краски когда по вокруг начинают какие-то события уже происходить до которые уже ведут к скорому пришествию господа нужно особо посмотреть на себя в каком-то состоянии на что ты смотришь да смотришь ли ты сегодня на христа да поднимаешь ли ты свой взор к небу или тебя все давит и давит и ты все склоняешься и склоняешься к земле погружаясь какую-то суету и однажды тоже я там имел такое откровение давайте с вами откроем это в книге бытие 4 глава давайте с вами откроем 6 седьмой стих однажды господь сказал каину такие слова и сказал господь каину почему ты огорчился и отчего поникло лице твое если делаешь доброе то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то у дверей грех лежит и он влечет тебя к себе но ты господство над ним знаете вот порой действительно когда человек в таком состоянии когда уже не делает какого-то доброго пред господом да не ищет того чтобы богу угодить когда уже может где-то по-своему хочет что-то сделать и знаете вот это состояние она уже как бы не делает я знаете таким дерзновенным что поднимать лицо а скорее действительно она тебя такое тянет вниз куда-то наклонить свое лицо земле до каким-то земным вещам но господь говорит что такое состояние оно как бы ведет ко греху потому что когда ты клонишься грех лежит и он влечет тебя к себе он влечет тебя себе но господь говорит но ты господство над ним да то есть мы сегодня имеем вот эту власть бог нам дал силу противостать силу призвать имя господа омыться кровью его если есть в нашей жизни что-то непорядок да рассматривать свою жизнь на каком-то в каком-то состоянии насколько ты может быть действительно охладел или что-то твоя жизнь наполнилась не тем что нужно и господь обращает на это внимание чтобы ты действительно где-то обновился где-то вот эти заветные отношения с господом обновлял да когда ты обещал ему там добрую совесть а может быть сегодня ты смотришь и как-то уже не совсем она добрая у меня стала да и вот эти моменты нужно исправлять в своей жизни бог он милостивый он простирает руку милости человек он хочет чтобы человек изменился хочет чтобы он не оставался в этом положении и бог желает действительно чтобы сегодня мы знаете как бы возревновали да начали его искать еще больше приближаться к нему искать его лица и в послании колоссянам в третьей главе апостол павел пишет тоже такие слова первый второй стих я прочитаю итак если вы воскресли со христом то ищите горнего где христос сидит одесную бога о горнем помышляйте а не о земном знаете вот это время время когда оно подходит уже мы видим когда это действительно то есть времена такие уже и где-то может действительно переживаешь ты какие-то вещи может быть но господь хочет чтобы мы обращали свой взор на небо чтобы мы восклонились да видели христа видели его руку которую ведет нас и последнее хотел вернуться к тому место от которого начинал это евангелие от луки двадцать первая глава в тридцать шестом стихе господь говорит итак бодрствуйте на всякое время и молитесь да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого давайте братья и сестры призываю молиться чтобы нам не оказаться недостойными но чтобы быть достойными господа чтобы нам это время знаете не достало нас действительно внезапно врасплох но чтобы мы были готовы к этой встрече с нашим господом чтобы мы восклонились да поправили может быть свои светильники и следовали за господом будем молиться